Добрый день, друзья! Вторник, 3 сентября. Не удивляйтесь, сегодня, именно во вторник, мы с Михаилом Ибовиковым решили поговорить, потому что события в Израиле не терпят отлагательств. Мы будем говорить о том, что сейчас происходит в стране. Но начну я, пожалуй, с того, о чем я говорила вчера в передаче, и повторю сегодня. Сегодня 3 сентября. Ровно 85 лет тому назад Британия и Франция выступили на стороне Польши. Они объявили войну гитлеровской Германии. Это было 85 лет назад. Сейчас Англия, Британия не дает Израилю победить. Не дает, потому что вот эта позорная эмбарго, как назвал Натаньяву, на поставки оружия укрепляет Хамас. А Британия укрепляет врагов Израиля. У Британии давняя нелюбовь к Израилю. Несмотря на то, что, но тут история. Вот Михаил, скажи, пожалуйста, вот это поведение Британии, в то время, когда Израиль пытается бороться за свое существование, как можно вообще это оценить? Ну, позор, не позор, но есть же какие-то ограничения на ненависть или нет? Вот что это? Чем можно объяснить вот это эмбарго? Привет всем, приветствую всех из Тель-Авива. Во-первых, предела на ненависть нет, предела на цинизм нет, предела на ханжество нет, на двуличие все это мы видим, все это мы постоянно наблюдаем. И, кстати, в плане с Британией, давай уже расставим все точки над разными буквами. Британцы предали евреев еще в самом начале нашего пути совместного, даже еще за год до того, как официально началось действие британского мандата на Палестину, на Эрец-Исраэль, условием, то есть и целью этого мандата, согласно уставу Лиги наций, а потом ООН, было создание там национального дома для еврейского народа. То есть это была цель, и она изначально уже была англичанами предана, потому что когда начались первые арабские погромы 20-го и 21-го годов, уже тогда англичане выпустили первую белую книгу. Белая книга – это документ, свод документов, который определяет политику правительства Британии относительно того, что происходило тогда в Палестине, в Эрец-Исраэль, и уже тогда они заявили главные линии своей политики. Первое – это ограничение еврейской репатриации в Эрец-Исраэль, то есть прямой удар по сионизму, по самой идее возвращения еврейского народа на свою землю. И второе – это запрет евреям покупать земли в своей стране, выкупать земли в своей стране. То есть было сделано все для того, чтобы евреи не могли приехать, а приехав, не могли там обосноваться здесь. И британцы – это потом повторялось каждый раз, когда возникали очередные арабские погромы, которые происходили примерно с частотой примерно каждые 7-8 лет. И, кстати, это же частота, которую потом, если мы посмотрим просто по исторической последовательности, с такой же частотой примерно происходят войны между арабскими странами и Израилем. Вот сначала, с возникновения государства Израиль точно так же, 7-8, максимум 10 лет, вот с такой частотой арабы нападают на Израиль уже как на государство. То есть ничего не изменяется уже последние 100 лет. И последняя британская белая книга 1939 года, она повторила все те же самые положения, то есть евреям запрещено приезжать, евреям запрещено выкупать земли, и вообще нужно дать предпочтение арабам. И вот эта вот третья белая книга 1939 года, она является одним из основных, одной из основных причин катастрофы европейского еврейства, Холокоста, уничтожения еврейского народа, потому что фактически англичане закрыли единственное место в мире, где евреи могли спастись от нацистов. То, что нужно спасаться от нацистов, это было уже понятно. И потому что все остальные страны закрыли въезд еврейским беженцам из Германии и вообще из Европы. И англичане торжественно закрыли въезд евреям в свою страну, в Иерус-Исраэль, и обрекли их на уничтожение нацистами. То есть когда мы обвиняем нацистов в непосредственном уничтожении еврейства Европы, об этом им отказать нельзя, и забыть это нельзя, но мы не можем одновременно забывать и вину Британии, которая просто заперла этих людей, вот эти вот 6 миллионов, которые могли спастись, или хотя бы часть из них могла спастись. Англичане заперли их там и не дали им приехать в ту страну, которая вообще-то должна была стать их национальным домом. Поэтому англичанам у нас очень длинный список вопросов. То, что им доверять нельзя, к сожалению, это уже понятно, и особенно последнему британскому правительству, которое начало свой путь на Ближнем Востоке в отношениях с Израилем, с тем, что объявило эмбарго на вооружение Израиля во время войны, которая всем понятно, что Израиль ведет за свое выживание после этой страшной атаки Хамаса, Хизбаллы и вообще всех этих террористических организаций, которые координируются Ираном. И поэтому, когда ты спрашиваешь, есть ли предел цинизму, предательству, двуличию, то британцы снова победили в этом соревновании до тех пор, пока кто-то еще не вырвется вперед и не предаст нас еще более мерзким образом. Так что пока можно им по руку плескать и поздравить их с этой омерзительной победой. Я вспоминаю историю американских отношений. Я о Розвельте сейчас подумала. Вот ты понимаешь, я примерно то же самое не пустил. Не пустил и не пускали все не пускали, вся Европа не пускала. А своих евреев не выдал Маннергейм. Это не сказка, это действительно. Он просто их всех записал в финскую армию. Начиная от младенцев, заканчивая стариками. Он не выдал их. И Франко не выдал. Туда бежали и спасались. А все остальные, когда мне рассказывают, знаешь, нет там незапятнанных, все запятнанных. Я всегда... Ты знаешь, если есть одна страна, я только уточню, есть одна страна, это такой, знаешь, курьез, но вот интересный. Единственная страна в Европе, которая тогда не выдала своих евреев нацистам, и где еврейское население единственная страна Европы, где еврейское население за время войны выросло, а не уменьшилось, это Албания. Мусульманская страна в Европе, которая не выдала своих евреев нацистам. Все остальные с большим воодушевлением и радостью сдавали своих евреев, опережая, даже вообще, даже еще перед тем, как нацисты их просили об этом, они уже сдавали. Или просто сами убивали? Я, конечно, повод к нашей сегодняшней беседе вовсе не исторические факты, хотя без них очень тяжело понять то, что сейчас происходит. Без понимания истории ты не понимаешь современность. Я о той директиве, которая стала известна, и которая была озвучена Хамасом. Мы о заложниках, которые возвращаются в последнее время, все время в виде трупов. Живыми не возвращают их. Так вот, группировка террористов Хамас заявила, что они дали своим охранникам, которые занимаются охраной заложников, инструкции о том, как обращаться с похищенными, если израильская армия приблизится к месту, где их удерживают. Далее просто цитирую. Настойчиво требование Танияху освободить заложников под военным давлением приведет к тому, что все заложники вернутся к своим семьям в гробах. Конец цитаты. Так о чем тогда вот все эти манифестации, о чем все забастовки, о чем вчерашний марш коммунистических бригад, потому что это школа коммунизма, гестодрут ваш, все эти профсоюзы, которые при чем здесь, что профсоюзами решаются вопросы жизни и смерти заложников, вот объясни мне, вот эти люди, которые выходят с лозунгами, они не понимают, что освобождение заложников это тот торг, который необходим Хамасу, он Израилю не нужен, он необходим Хамасу. во-первых, понимать, что то, что происходит в Израиле сейчас, все эти демонстрации, которые весь мир наблюдает, это не какой-то спонтанный протест, это не какие-то народные выражения чувств, это продолжение все той же кампании подстрекательства против правительства, против Нетаньягу и против возможностей того, что мы победим в этой войне. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Но сначала нужно понять, что в Израиле нет ни одного человека, по крайней мере, ни одного еврея, ни одного израильтянина настоящего, который бы не мечтал и не молился бы, чтобы все заложники вернулись. Об этом думают все израильтяне, все, кто в тылу, все, кто воюет, семьи тех, кто воюет. Я это знаю не понаслышке, когда я бывал в Газе и неважно, чем мы там занимались, но понятно было, что мы готовы перевернуть каждый камень, не только камень, чтобы найти заложников, чтобы спасти их, чтобы вырвать их оттуда. И наши ребята рискуют жизнью и уже не будем считать, но пусть каждый, если хочет, посмотрит просто или вспомнит, сколько наших солдат погибло, пытаясь вырвать заложников оттуда. И на это работают все. На это работают армия, на это работают все спецслужбы, на это работает правительство, на это работают все, кто может хоть как-то повлиять на это. И когда мы видим все эти демонстрации, которые по странному сечению обстоятельств проходят по формату и в тех же местах, где у нас проходили в основном демонстрации против правительства последние годы и против судебной реформы, и даже в начале гендиректор штаба семей заложников и главный их пиарщик был почему-то главным пиарщиком демонстраций против правительства и против судебной реформы. И это корреляция, которая понятна всем, которая очевидна всем, и эти демонстрации они представляют так, что как будто бы в Израиле выступают за немедленное освобождение заложников любой ценой, и это народные протесты, народные волеизъявления, в это вкладываются огромные средства в пиар-компании по тому же принципу, что были тогда же все эти компании против судебной реформы и против Нитаниагу и против этого правительства. И это понятно всем, это очевидно всем, кто живет в Израиле, что это одни и те же люди и одни и те же цели, потому что не надо никому объяснять, как важно освободить заложников, не надо никому объяснять ценность человеческой жизни, и то, что они превратили борьбу, святую борьбу за заложников в циничный политический кампейн, это остается на их совести, это останется на них клеймом навсегда, на этих людях, которые пытаются превратить свою борьбу с правительством, выдать ее за борьбу за заложников. никому никому нужно объяснять, что мы должны вернуть наших заложников домой, но когда мы видим, когда наши ребята в туннелях Хамаса под газой находят документ, который был в одной из очевидно нор, где скрывался Синвар или кто-то из его своры, находим инструкцию, в которой написана инструкция боевикам Хамаса, что делать с заложниками, как их нужно уничтожать перед появлением израильской армии, одновременно инструкция о том, как манипулировать израильским общественным мнением, а именно вести кампанию в соцсетях, обвинять во всем Нитаниягу, говорить, что Нитаниягу виноват в том, что заложников не освободили, требовать уступок Синвару и Хамасу и его выродкам и так далее. Дальше все, что мы видим, то, что происходит, почему-то происходит у нас на улицах и возникает очень интересный вопрос. Почему очень часто или почти всегда, когда есть очередная провал очередной сделки с Хамасом по освобождению заложников, тот, кто тормозит все сделки с заложниками, это Хамас. Хамас их регулярно срывает. Хамас еще ни разу не дал зеленого света или какого-то продвижения этим переговорам. Все последние попытки добиться чего-то были всегда зарублены Хамасом. Когда происходит провал очередной такой попытки, мы видим, как на улице выплескивается этот якобы народный гнев и звучат все эти лозунги относительно того, что вот опять Нитаньягу виноват, опять все из-за Нитаньягу, опять все из-за этого правительства и срочно требуются уступки. Сейчас это уже превратилось, если раньше это было более завуалировано, сейчас вся эта борьба за заложников якобы, еще раз, я хочу, чтобы было понятно, нужно разделить мечту всех израильтян о возвращении заложников, тяжелейшая кропотливая работа, которая ведется всеми, кто хоть как-то причастен к этому и абсолютная поддержка всего населения Израиля, действий правительства в том и армии в том, что мы должны вытащить наших заложников, мы должны их спасти от кампейна, который использует заложников, тему, святую тему заложников для того, чтобы навязать нам поражение в этой войне, потому что давай посмотрим, что они требуют, они говорят, что якобы, если мы уступим во всем Хамасу, если мы уйдем сейчас с линии Филадельфии, с филадельфийского коридора, если мы прекратим военные действия, если мы, как это было несколько месяцев назад, если мы будем продолжать заваливать их гуманитарной помощью, которая уже мы их завалили выше головы, там уже давно всем известно про спекуляции этой гуманитарной помощью на черном рынке, как там какие там и что там происходит, какая там торговля, и как там уже они завалены всеми этими подарками и так далее, возникает вопрос. Ребята, вы определитесь, может быть, вы уже перестанете просто кощунственно осквернять тему заложников и просто сказать открыто, ребята, мы требуем от вас, чтобы вы сдались Хамасу, чтобы вы выполнили все его условия, чтобы вы пошли на его ультиматум и сохранили Хамас, сохранили военное присутствие его террористической инфраструктуры в Газе и начали прямую подготовку к следующему 7 октября. Давайте, скажите это открыто, наберитесь мужества, потому что всем понятно, что это то, чего вы делаете, то, чего вы добиваетесь. И я, если подвести итог, если совсем уже все это сформулировать, то то, что происходит сейчас, это не борьба за заложников. Еще раз, я повторю, я буду это повторять каждый раз, чтобы это было понятно. О возвращении заложников мечтают все, и мы делаем, и будем продолжать делать, и обязаны сделать все для того, чтобы их вернуть. но то, что сейчас происходит, происходит вынуждение Израиля, как этими капланистами, которые плавно перешли от борьбы с реформой, от борьбы с правительством якобы против реформы, против судебной реформы, они перешли плавно к якобы борьбе за заложников. Давление, международное давление, то, что британцы объявляют нам эмбарго оружия, это все тоже льет воду на ту же мельницу, все заявления Байдена и Харрис о том, что якобы Нетания выделывает недостаточно для освобождения заложников, эмбарго, которое на нас накладывал Байден и продолжается ограничение на поставки американского оружия Израилю, то давление, которое оказывалось на Израиль не входить в рафиях и не зачищать и не брать под контроль тот рафийский коридор, все это делается, с одной целью, которая состоит из двух компонентов, просто чтобы всем было понятно, чтобы просто я постараюсь это объяснить предельно четко, если мы побеждаем в этой войне, если мы уничтожаем Хамас, то происходит две страшные для них вещи, во-первых, Нетаниягу выходит из этой войны победителем и тогда им будет очень сложно победить его на выборах, которые они пытаются нам сейчас во время войны навязать. Мы воюем, а их интересуют выборы, их интересуют интеллектуальные и их интересуют электоральные интересы, как бы им поскорее дорваться до власти. Это то, чем они занимаются во время войны. Так вот, если Нетаниягу побеждает в этой войне с Хамасом, то он победитель и его уже на выборах не победить, а это для них катастрофа. И вторая страшная для них вещь, которая происходит, если Нетаниягу уничтожает Хамас, то тем самым ставится большой икс на этой сумасшедшей идее создания пластилинского государства сначала в Газе, а потом в Иудее и Самарии. То есть мгновенно исчезают две основные цели, на которые они работают долгими годами. Во-первых, Нетаниягу не победить, правое правительство не убрать и не скинуть. И второе, убивается сама идея создания раздела Израиля и создания так называемый план двух государств. И поэтому они воюют с этим изо всех сил, они используют тему заложников для того, чтобы не допустить нашей победы над Хамасом и для того, чтобы заложить все основы для того, чтобы все-таки да, как-то в последний момент, вот за то время, что если демократы проигрывают выборы в ноябре, вот до января, за оставшиеся несколько месяцев, попытаться хоть как-то продвинуть эту сумасшедшую и смертельную для Израиля идею двух государств. На это сейчас кладутся все силы и на это сейчас работает вся эта машина, которую они запустили и якобы борется заложников. ты сказал, знаешь, я говорила с тобой об эмбарго английском, британском, я хорошо помню то, что сказал это не якобы, он сказал, если мы не вернемся за заложниками в этот филадофийский коридор, через 42 дня мы не вернемся вообще уже никогда, даже через 42 года. поэтому когда принуждают тебя покинуть вот тот маленький островок, который для тебя является жизненно важным, это говорит о том, что тебе желают не победить, тебе желают проиграть. Этот цинизм абсолютно точный. Когда New York Times первоначально опубликовал сообщение, что вице-президент Камала Харрис встретилась со сторонниками террористов перед митингом, заявила, что открыток для эмбарго для поставки оружия в Израиль разразился скандал. Буря была. А потом New York Times пересмотрел свое собственное заявление, заявил, что Камала открыта для встречи со сторонниками террористов по поводу эмбарго на оружие для Израиля. О чем мы говорим? Вице-президент, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки садится за стол переговоров с террористами, понимая, с кем она села беседовать и что она хочет извлечь. О какой помощи Израилу может идти речь? Значит, это циничные твари, которые уничтожают Израиль и при этом они сокрушаются шести жертвам. Вот в этом весь цинизм. Тим Уолтс просто на одном из митингов, когда ему задали вопрос по поводу вчера было, по поводу шести или позавчера, шести жертв израильских, он просто убежал от ответа, потому что он такой же абсолютно нелатентный антисемит. И вот это для меня, знаешь, точка не рукопожатости вообще с этими людьми, но огромное количество евреев идет и голосуется о них. В голове не укладывается. Так чего же ожидать дальше в дальнейшем от этой администрации? Если не дай Бог, не дай Бог она победит. Если не дай Бог на Тиньяху проиграет. Мы не имеем права проиграть эту войну. И меня даже сейчас не интересует политическая судьба Тиньяху, потому что его политическая судьба, то есть конец его политической судьбы интересует тех, кто перекрывает дороги, тех, кто устраивает забастовки незаконные. Вчера тоже была как бы переведена просто была то есть или пробита дно вообще того самого цинизма, ханжества и политического политической проституции, которую нам представил наш глава Гестадрута Израильского профсоюза, который объявил политическую забастовку, используя ту силу, которая ему дана законом для решения трудовых конфликтов. Он устроил политическую забастовку опять же с какой целью? Против чего он протестует? Он протестует против того, что Хамас убивает наших заложников, против того, что он их захватил вообще 7 октября, против того, что Хамас отказывается их нам вернуть и срывает все переговоры. Он против этого протестует? А если он протестует против Израильского против чего он протестует? Против того, что правительство и лично проклятый Нитэнягу в его глазах делает недостаточно, чтобы их освободить? А где у него или у всех остальных этих протестантов и перекрывателей дорог, где у них эта самая измерялка, которые они измеряют, что Нитэнягу сделал, или что правительство сделало достаточно, а что недостаточно, и сколько они сделали, и, может быть, они сколько-то чего-то не доделали. Они знают, что происходит, они знают, что делается, они знают, что не делается. Или это политическое вранье, демагогия и попытка еще раз использовать священную тему заложников для того, чтобы подтолкнуть нас к уступкам, которые нам обойдутся в новых заложников, которые нам обойдутся в новое 7 октября, или просто даже в элементарное продолжение этой войны, которую понятно, что Хамас не хочет закончить, понятно, что Иран не хочет ее закончить, понятно, что Хизбалла не хочет ее закончить, потому что целью Ирана, который дирижирует всем этим концертом смерти, который сейчас происходит, является, знаешь, многие почему-то мы с тобой обсуждали, это было в новостях, все говорят об этом, вот удар Ирана, мы ждали ответного удара Ирана, и вот непонятно ответного на что, вроде бы мы отвечали, но нас приучает к мысли того, что Иран нам должен ответить, он же начал, и он же должен нам ответить, но отсутствие логики здесь тоже не мешает, то, что называется, мы не позволим фактам сбить себя с толку, так вот, Иран не собирается наносить нам удар, Иран наносит их постоянно, маленькими порциями, это называется война на истощение, которую Иран ведет с нами, руками Хамаса, руками Хизбаллы, руками Хуситов, руками всей той своры, которую он выстроил вокруг нас, по всему Ближнему Востоку пока, при, кстати, поддержке демократов, при поддержке Обамы, при, мы помним, как Обама поддерживал так называемую арабскую весну, он ее инициировал, он ее фактически спецслужбой инициировали, они ее инициировали, да, и все это, теперь мы очутились, посреди этого водоворота, посреди этого болота, болота смерти, которое постоянно булькает, бурлится и выплескивается на нас постоянно, и так вот, они не заинтересованы закончить эту войну, а мы обязаны ее победить, мы обязаны выйти из нее победителем, мы обязаны изменить ситуацию, и все эти заявления, типа, этого преступника, а он уголовник, он нарушил законы, председатель Гестодруда, и все остальные, которые требуют от нас пойти на уступки, это моральное предательство, это государственная измена, понимаешь, Израиль сегодня, чтобы было понятно, что надо отвечать своими именами, в Израиле сегодня абсолютно открыто, абсолютно законно, абсолютно легитимно, якобы, и нам пытаются сделать это абсолютно легитимным, можно открыто призывать свою страну к поражению, а, если перевести это на нормальный человеческий язык, то и к ее уничтожению, потому что, понятно, что проиграв войну, не добившись ее главных целей, мы сделаем гигантский шаг к уничтожению Израиля, может, это пройдет еще через пару месяцев или пару лет после этого, но это будет уже, как бы, необратимый процесс, потому что, если мы сейчас не победим в этой войне, то это не нужно объяснять, отсутствие нашей победы в этой войне, это победа наших врагов, на данный момент тактическая, которая может потом постепенно и очень быстро перерасти в стратегическую их победу, то есть уничтожение нашей страны. Если мы сейчас уступим, если мы сейчас не добьем Хамаса, если мы сейчас не добьемся наших целей, мы фактически переходим к более активной фазе уничтожения Израиля. Нужно понимать, что стоит просто на весах, на повестке дня. И поэтому у нас нет никаких шансов, кроме как продолжать отстаивать наши, нету другого выбора и нету других вариантов, кроме как продолжать отстаивать наши интересы, продолжать добивать Хамас, добить Хизбалу и зачистить Иудеи Шумрон от той заразы, которая находится там, как хамасовской, так и так называемой автономии Абумазана, которую тоже нужно вычищать точно так же и теми же средствами. И если мы вытащим наконец голову из песка и посмотрим на ситуацию, в которой мы оказались, то это то, что стоит у нас на повестке дня, потому что мы видим то, что происходит сейчас в Иудее и Самарее, где в Иудее и Шумроне, где идет ежедневная эскалация ТРО, видим нарастающую просто лавину терактов, которые там идут, и колоссальные усилия, которые вкладываются армией для того, чтобы хоть как-то держать ситуацию под контролем, и мы видим все попытки Ирана дестабилизировать ситуацию в Иудее и Шумроне вокруг нас, и понятно, где будет следующая война, поэтому у нас война в начале, мы находимся на начальной стадии войны, и то, что мы должны сейчас сделать, мы должны не уступить Хамасу, не побежать от него, не пойти на какие-то уступки, мы должны добить Хамас, мы должны зачистить Хамас, мы должны выйти полностью на филодельфийский коридор, удерживая его под своим полным контролем, и зачищать газу полностью от Хамаса. Я приведу просто один пример, чтобы было понятно, как мы далеки от этой цели. Во-первых, относительно филодельфийского коридора, чтобы наши зрители понимали, почему нам важно удерживать этот филодельфийский коридор, и что это такое, если кто-то не живет в Израиле, или живет в Израиле, не важно, не знает, что это такое. Филодельфийский коридор – это граница сектора газа с Египтом. У сектора газа есть три границы. Есть сухопутная граница с Израилем, есть морская граница, которая просто берег, все побережье Средиземного моря, которое тоже контролируется Израилем, и есть сухопутная граница длиной примерно 12-13 километров с Египтом. Поэтому, кстати, когда говорили о том, что Израиль блокирует газу, и газа находится под израильской блокадой, и там несчастные жители газа страдают от всего смертного ужаса, кто почему-то не говорил, что есть эта самая граница с Египтом, с братской арабской страной, никакой блокады нет. Блокада это была фикция, это было вранье, это была манипуляция просто географической безграмотностью людей во всем мире, которые просто не догадывались посмотреть на карту и спросить, а как же так, почему, как Израиль может блокировать границу между газой и Египтом. Это как сказать, что Соединенные Штаты блокируют границу между Бразилией и Колумбией, или границу между Францией и Германией. Поэтому это был абсолютнейший бред, но мы теперь понимаем, почему идет такая борьба и почему от нас так скрывали то, что происходит вообще существование этой самой границы и того, что с ней происходит. Сейчас, когда Филадельфийский коридор находится в наших руках, то уже сейчас, а там еще много работает, царь выяснил уже обнаруженные и большая часть из них уже уничтожена, обнаружил под Филадельфийским коридором вот эта вот самая граница, эти 12 километров обнаружил там более 70 туннелей, которые шли из газа в Египет. То есть мы говорим о том, что примерно каждые 140-150 метров там есть туннель. Представь себе полосу, на которой каждые 150-160 метров есть туннель, по которому некоторые туннели там были, когда нам говорят туннели, туннели в газе, нам представляется какая-то такая мышинная нора, маленькая такая лазейка, по которой ползком можно чего-то там провести, протащить. Так вот, туннели, которые есть, среди туннелей, которые там ЦАЛь обнаружил под Филадельфийским коридором, под границей между газой Египтом, есть туннели, по которым может проехать с ними трейлер, может проехать большой грузовик. И эти грузовики там ездили, эти грузовики там проходили, там шло интенсивное оживленное движение, которое египтяне почему-то никогда не прекращали и никогда не прерывали. Можно только предположить, сколько они на этом зарабатывали. И теперь понятно, почему Египет так отчаянно сопротивляется тому, чтобы Израиль оставался на филадофийском коридоре, чтобы Израиль деконтролировал эту границу и полностью перекрыл все эти пути снабжения Хамаса и одновременно пути бегства или вывоза переброски заложников из газа на территорию Синая и потом еще дальше куда-нибудь, потому что мы знаем, что Египет Синая не контролирует. Синая это рассадник заразы, это скопление террористических боевиков из каких только угодно бандитских группировок, то есть террористических армий от ИГИЛа до Аль-Каиды, Хамас, исламский джихад, вот вся эта зараза, она очень активно пучкуется там, и уже заявляли наши военные специалисты, что сейчас в этот самый момент, когда мы ведем эту войну, и когда Египет казалось бы страна, которая у нас есть договор о мире и военном сотрудничестве и так далее, и мы дали разрешение нарушения этого договора Египту ввести войска на Синайский полуостров, что они не имеют права по Кэмпдэвидскому соглашению, мы дали им право ввести войска на Синайский полуостров с тем, чтобы они не допустили там появление всех этих террористов и для того, чтобы зачищать там всю эту поляну, но этого не происходит. И теперь у нас есть данные о том, что вот сейчас вот в эти минуты, что мы с тобой говорим, на Синайском полуострове находится около трех тысяч боевиков Хамаса, той самой Нухбы, которые ждут возможности вернуться в Хамас и начать присоединиться к тем боевикам, которые там еще не добиты, которые сейчас воюют с нашими ребятами. И находится огромное количество оружия, которое они ждут перебросить обратно в Газу с тем, чтобы воевать с нами, чтобы убивать наших солдат и снова попытаться устроить 7 октября или любой другой теракт против нашего мирного населения. И вот сейчас от нас требуют, чтобы мы ушли с Филадельфийского коридора, чтобы все это хлынуло обратно в Газу. А в самой Газе дела тоже далеки от идеала. Вчера же появилось сообщение, что на севере сектора Газы это то место, где началась наземная операция в прошлом году, вот куда мы зашли и где я тоже был много раз в тех самых местах на севере сектора Газы в том числе, там сейчас Хамасу удалось восстановить численность своих боевиков и вот на этом самом севере сектора Газы, то есть сам город Газа и прилегающие к нему территории, там сейчас действует как минимум 3000 боевиков Хамаса. Так о чем мы говорим? Мы хотим сейчас бросить все это, уйти оттуда и вернуться к той самой ситуации, которая у нас была на момент 6 октября? Или мы все-таки хотим добить все это, вычистить все это и избавиться от этой угрозы раз и навсегда? Но нас почему-то толкает к тому, чтобы мы уступили с тем, чтобы сохранять весь этот ужас. Сейчас мы говорим о эффектах Газа и ты сказал об этих тоннелях. Их можно взорвать или нет? Их взрывают, их уничтожают, но их все еще не нашли. Ну, хотя бы вот тех, о которых ты сказал, огромное количество этих тоннелей. Нота протеста правительства Египта была заявлена или нет? Я понимаю, о чем ты подумал. Существует такое понятие, как позиционирование. в пиар это самое главное. Потому что перед тем, как кто-то что-то начинает делать с той стороны противников, там сразу появляются сены, там сразу появляются те в общем-то средства массовой информации, которые озвучивают исключительно позицию одной страны. Это всегда так. Когда убили вот этого журналиста, так называемого AP, этот журналист снимал и участвовал в захвате 7 октября. Он такой же террорист, такой же бандит. И как все стали слезы лить крокодилов по этому ублюдку. Я слова не подбираю. Потому что если даже у него есть значок пресса, это не значит, что он не ублюдок. А Египет делает... Слово ублюдок предполагает какое-то наличие чего-то человеческого. Поэтому ты зря ему делаешь такой комплимент. Ничего человеческого там нет. Ну, значит нелюдь. ты понимаешь, когда мы с тобой обсуждаем вот это все, я представляю себе эту картину политическую. Израиль проигрывает политические позиционирования. Потому что в данном случае он является жертвой, его назначили агрессором. И никто не говорит о том, что все-таки он жертва вот того нападения и защищает себя любым способом. Потому что все время показано по всему миру это бедные дети. Детей всегда жалко. Детей всегда жалко. Они страдают за деяние своих родителей. Показаны дети. Сейчас им делают вакцины. Добрые пришли самаритяне и вакцинируют это все. В этот момент правительство Египта с которым есть договор работает на врага. Она помогает врагу. Вот это государство помогает врагу. Скажи сколько было заявлений озвучено в организации объединенных наций? Я понимаю что это нелегитимно это вообще непонятно что. Но это должно быть озвучено и запротоколировано. Вот тогда вот документ есть получи бумажка есть получи это должно быть точно так же задокументировано. Потому что до тех пор пока пока они вместе и будут бить Израиль информационно политически они могут все что угодно говорить они могут не отвечать. Сейчас у нас демонстрация в Нью-Йорке под флагами Хамас и Хизбалы хотя это все незаконно но у нас свобода слова и вот эти демонстрации вписываются в ту самую первую поправку. У вас демонстрации вписываются в то самое безумие потому что требует освобождения ты понимаешь требует освобождения заложников и как правильно сказали очень хорошая статья была The English Review это издание чтобы Израиль существовал израильтян должны любить страну больше чем ненавидеть ее правительство но часть израильтян больше ненавидит правительство и ненавидит Метаньяху и вот этот знаешь синдром у меня передача была статья была по поводу синдрома ненависти к Трампу вот точно таким же синдромом страдает население Израиля в ненависти к Метаньяху и не только Израиль страдает весь мир страдает антисемитизмом и особой ненавистью к Метаньяху когда ты задаешь вопрос за что ты так ненавидит человека который пришел и посвятил свою жизнь защите вас а Ганс у вас там продолжает гадить и он каждый раз когда Метаньяху где-то допускает какие-то ошибки если допускает он тут же в первых рядах является главным политиком вместе с тем армия обороны Израиля уничтожила 14 террористов в ходе операции Дженини и по данным военных арестованных 25 человек обезврежено 30 израильчатых веществ многие из которых закрыты зарыты под дорогами тут можно в руку плескать армию обороны Израиля и вот этот гнойник который там в Дженини на севере Самрона вот это я каждый раз когда читаю я себе представляю что во что это может превратиться любой момент когда это взорвет скажи сколько человек сколько примерно какой процент населения в Израиле реально понимают ситуацию в ее безвыходности безвыходность в том что несмотря ни на что Израиль должен продолжать свое дело это выход из вот этого как говорится философийского туннеля он и есть безвыходность коридора если ты находишься в этом коридоре и контролируешь тебя есть надежда сколько людей понимают стратегические задачи поставленные и тактические цели которые выполняют это интересный вопрос у нас к сожалению пока у меня нету данных которые четко могли бы в процентах это как бы эти данные публиковать я вижу что из моих разговоров с людьми я вижу как даже многие из тех кто недавно до войны бешено топили против нету ньягу вся эта борьба против судебной реформы и так далее люди сейчас как-то приходят многие из них трезвеют особенно посмотрев на то что вытворяет военная прокуратура в отношении милымников в отношении резервистов все эти дела которые шьются нашим солдатам то что происходит с полицией как прокуратура прессует полицию которая пытается хоть как-то наводить порядок на этих просто праздниках вакханалии и анархии которые не устраивают на дорогах перекрывая их и так далее и люди понимают что на самом-то деле у нас проблема не ту которая не так про которую им рассказывали и промывали мозги из из главных якобы телеканалов и прочих СМИ что враг-то у нас совсем в другом месте и что опасность на самоуществовании она не в судебной реформе которую хочет провести нынешнее правительство а в том что военная прокуратура и прокуратура вообще во многом кастрировала нашу армию и привела к тому что 7 октября многие солдаты не стреляли по бандитам Хамаса которые пересекали забот потому что им запретили стрелять или они боялись того что если они будут по ним стрелять на них заведут уголовные дела нашей прокуратуры и нужно понимать как бы весь ужас этой ситуации до чего наша судебная система довела нашу безопасность и люди понимают что проблема у нас немножко не в том что им рассказывают а враг у нас совсем в другом месте люди трезвеют люди понимают и большинство израильтян большинство по крайней мере евреев это понимают наше движение милуемников планирует провести опросы и опубликовать их с тем чтобы люди знали что действительно происходит потому что мы видим манипуляции якобы опросами манипуляции общественным мнением где нам рассказывают как наша оппозиция набирает сил и и вот и вот вот скоро нам нужно обязательно провести выборы с тем чтобы скинуть проклятывание Таньягу и его окаянное правительство даже в этих вопросах даже в этих которые видно что это манипуляция там ну как бы это очевидно даже по этим опросам а манипуляция там потому что там мы видим как это во-первых пытается нам продать политиков которые доказали свою полную несостоятельность которые которым никто не верит типа Либермана типа Лапида типа Ганса но тем не менее почему-то нам продают их как успешных как успешную альтернативу Израиля которая тем не менее даже по этим опросам не набирает большинства они все еще почему-то несмотря на все ужасы которыми пугает израильтян вот уже 11 месяцев скоро мы мы через 4 дня будем говорить об 11 месяцах этой войны 7 октября почему-то большинство израильтян продолжают голосовать за правых за национальное правительство за тех кто сейчас находится у власти и это и поэтому когда мы видим все эти перекрытые дороги все эти истошные забастовки гистодрута и все эти отчаянные попытки завести уголовные дела на милуимников мы понимаем что они они это хорошо понимают у них очевидно есть настоящие опросы не те которые публикуются а настоящие которые говорят о том что дела-то их плохи народ не ведется на их разводки народ понимает где у нас настоящая проблема и ждет от избранного этим народом правительства жестких шагов с тем чтобы начать заканчивать эту войну нашей полной победой и мы этого требуем мы говорим мы еще раз говорят о наше движение милуимников наше движение резервистов полное название это милуимники доранинцахон если перевести на русский это резервисты поколения победы мы говорим о том что нам необходимо совершить три конкретных действия для того чтобы завершить эту войну нашей полной победой во первых это установить наш полный контроль над территорией сектора газа и любой другой территории из которой нам возникает угроза и существует угроза нашей безопасности как то что делается в джинине как то что делается в калькилии как то что делается в хевроне в других местах мы должны из любого места где нас атаковали или хотят нас атаковать мы должны взять эту территорию этот сектор под свой контроль чтобы оттуда не было для нас никаких сюрпризов чтобы мы владели своей судьбой чтобы мы отвечали за свою безопасность потому что всем уже понятно что кроме циаля никакая бумажка подписанная с нашими врагами нас не защитит и поэтому мы говорим победа это полный контроль над территорией при выполнении второго пункта это уничтожение врага Хамас не может остаться исламский джихад не может остаться террористическая администрация Абумазана тоже не может оставаться там мы видим как боевики Абумазана участвуют в большинстве терактов которые происходят на территории Иудеи и Шамруна об этом нам пресса тоже не рассказывает но последние теракты только последние недели больше половины террористов это сотрудники администрации Абумазана которые платят им деньги это либо так называемые офицеры их служб безопасности то есть боевики на зарплате это люди связанные люди которые получают зарплату от администрации Абумазана которые являются точно такой же террористической организацией точно такой же угрозой для существования Израиля как и Хамас и поэтому уничтожение их структуры уничтожение их системы власти уничтожение их боевиков и лидеров физически является частью той победы к которой мы должны прийти при этом естественно возникает вопрос а что будет вместе да вместо них да мы должны контролировать ситуацию мы должны отвечать за распределение этой самой гуманитарной помощи мы должны управлять ситуацией на местности и мы должны быть там что называется контролировать все что происходит там мы не можем больше прятать голову в песок и полагаться на случай полагаться на великий авось в данном случае на великий еврейский авось что как-то это пронесет и какая-то бумажка нас защитит или какие-то американские гарантии или еще что-нибудь или добрая воля этих самых террористов которые они очень хорошо продемонстрировали 7 октября сжигая живьем наших детей и поэтому уничтожение врага контроль наш контроль над территорией устранение угрозы это необходимые условия нашей победы и третье это то что касается сектора газа в первую очередь это открытие границ газа для свободной иммиграции оттуда населения которое должно перестать быть заложником хамаса в войне которую он ведет против нас и если люди которые там находятся хотят уехать они должны получить это право мы знаем как жители газа и мечтают уехать оттуда мы знаем что за эти почти 11 месяцев войны газу покинули больше 200 тысяч человек потихонечку об этом никто не говорит кстати потому что об этом никто не говорит потому что это выезд этих людей из сектора газа это колоссальный бизнес который там происходит потому что любой человек который хочет выехать из газа платит сотни то есть платит тысячи долларов хамасу и платит тысячи долларов на египетской стороне там мы говорим о миллиардных доходах как хамаса так и определенных сил и структур внутри египта которые зарабатывают на этом выезде людей из газа поэтому естественно они хотят это контролировать они хотят чтобы это не превратилось массовое бегство людей из газа они хотят продолжать зарабатывать и отнимать в этих денег последние деньги за свободу которую эти люди покупают поэтому мы говорим да эти люди должны получить полное право свободно спокойно уехать из газа начать новую жизнь в любом другом нормальном месте перестать быть заложниками этой войны против Израиля в которой они находятся уже 76 лет и вот эти условия которые мы заявляем как необходимые условия победы исходя из интересов Израиля есть на минуточку такая вещь как наши интересы давайте поговорим об этом никто из этих демонстрантов которые иратуют якобы за возвращение заложников никто из них почему-то никак и никто из нашей оппозиции никто из и них не говорит о том что является нашим национальным интересом что является необходимым условием для нашего безопасного существования здесь если вообще даже не о спокойном и о спокойной качественной жизни после этой войны это почему-то они об этом они не упоминают так вот давайте будем говорить об этом давайте будем говорить о том что важно для нас что хорошо для нас к чему мы должны прийти и как мы должны наконец избавиться от этого постоянного стресса от угрозы войны в которой мы находимся последние уже 31 год сейчас наступил сентябрь сентябрь это месяц когда мы должны отмечать если можно применить такое слово скорее с ужасом вспоминать соглашение осло которые нас привели к этой ситуации они были тем моментом с которого на нас начала сходить эта лавина и поэтому вот мы 31 год уже уже больше чем одно поколение мы живем в этом ужасе который мы сами себе продолжаем варить который мы продолжаем его избегать чтобы назвать вещи своими именами и не предпринять какие-либо шаги чтобы положить конец этому кошмару который мы сами себе устроили но очевидно придется это все-таки сделать главное чтобы мы это не делали тяжелой ценой которую за которую которую мы сейчас платим воюя совсем тем что мы не допили за эти 30 лет Михаил спасибо тебе на следующей неделе мы обязательно вспомним 10 число это вторник мы в среду сделаем передачу или во вторник мы сделаем в такое же время передачу посвященной 30-й годовщине 31-й годовщине позора под названием Хосла вспомним о 7 октября который придется на этом году на выходные я благодарю тебя как всегда за этот откровенный разговор оставайтесь пожалуйста с нами Михаил Лобовиков я думаю Михаила уже предоставлять не надо но на всякий случай напомню майор цахал архитектор политик не постесняясь этого слова организатор движения Израиль 2030 участник движения милы 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 резервиста и все что сейчас Михаил говорил это он говорил своей кровью своей жизнью своей борьбой поэтому честь тебе большой поклон низкий за то что ты делаешь вы на канале континент я Елена Пригова оставайтесь с нами подписывайтесь распространяйте видео потому что в этом потоке информации не всегда можно найти правду и как вот на прошлой неделе очень интересно замечено когда обратились и спросили можно ли ну об Израиле интересоваться в таком издании как The Wall Street Journal ответ был нет нет ни одного издания которое говорит правду об Израиле вот в таком мире лжи существует Израиль существует евреев существует мир позор миру Ам Исраэл Хай Ам Исраэл Хай